Моя задача осветить, какие проблемы профилактической медицины сейчас имеются, какие вызовы и как эти проблемы может или не может решать система поддержки принятия врачебных решений. И то, что касается определения искусственного интеллекта, сделаю акцент, что это прежде всего советник по вопросам здоровья или здравоохранения, и это гораздо больше, чем просто машинное обучение. И современные профилактические меры в кардиологии рассчитываются на основании шкал, и это та шкала, когда мы приходим с вами в поликлинику, в стационар и определяем наше здоровье, врач обязан нам сказать, какой риск будет у нас инфаркта или инсульта, и эти данные были получены на основании наших родителей, а то и бабушек и дедушек. Те метаанализы и базы данных были в далекие 70-е годы, да еще и сделаны на основании популяции, прежде всего, например, итальянцев. Так что, насколько они сейчас хороши для нас, это очень большой вопрос. И тем более, те вопросы, которые, те вызовы, которые ставят перед медициной наше государство, это снижение смертности, а мы страна с красным светофором, когда у нас очень много сердечно-сосудистых заболеваемостей, и как снижать эти показатели, и предлагаются следующие инструменты. Это один из них – профилактика и развитие цифрового здравоохранения. Тенденции мировые говорят о том, что люди будут жить дольше, заболевания будут накапливаться больше, проблема нехватки кадров была озвучена в том числе на открытой рене с президентом. Все эти вопросы для нас ясны, и как их решать, очень-очень сложно. И по мнению аналитиков и экспертов из США, искусственный интеллект – это будет та платформа, которая может решать эти проблемы. Несколько опубликованных данных говорят нам о том, что искусственный интеллект может прогнозировать очень хорошо смертность у людей, которые госпитализированы в стационаре, либо быть заменой кардиологу, когда анализ ЭКГ был сопоставлен по точности с экспертизой врачей-кардиологов. И таким образом, говоря о том, что мы должны сегодня делать, ряд вопросов, которые отображены на слайде, может покрывать система поддержки принятия врачебных решений. И та система, которая была разработана компанией, она называется Вебиомед. Это облачная система, которая отвечает на вопрос определения вероятности прогноза развития заболеваний и анализируя факторы риска. Вебиомед состоит из трех частей. Скажу сразу же, что средняя часть Вебиомед ЛНП сейчас просто компанией до конца не проработывается, но это в планах стоит. А базы данных деперсенсированных историй болезней и системы анализа и рекомендаций ЧКАП и Пиомед ЛНП сейчас сервисы работают и работают успешно. Методы обработки данных, которые делает эта система, основываются на входящих данных из медицинских информационных систем, которые подвергаются разным методам анализа. И мы можем видеть различные результаты этих анализов в виде оценки сердечно-сосудистых рисков, рисков других заболеваний, подозрений на заболевания, подозрений на ухудшение прогноза течения заболеваний. И в настоящее время в этой системе реализовано несколько шкал. И эти шкалы имеют разные направления и разные подходы, они дополняют друг друга. Но в целом сумма анализа всех этих шкалов дает более точную информацию о пациенте. Мы использовали ряд медицинских документов, это прежде всего международные наши рекомендации, международные, которые были приняты у нас в стране. И одно из положений, как система работает, это прежде всего эти рекомендации. И второй момент – это машинное обучение благодаря тем базам данных, которые есть у компании. И схема построения машинного обучения предложена на слайде. И, собственно говоря, здесь, наверное, нет ничего особенного. В настоящее время порядка 5 миллионов медицинских документов – это, может быть, и большая цифра, но все-таки надо дать должное, что в нашей стране медицинская информационная составляющая или наполненность этих документов весьма и весьма плохая, я бы сказал. И очень много документов приходится выкидывать из датасета из-за того, что они не представляют никакой ценности. И вот те математические модели, которые мы делали, тестировали, одна из них – это предсказание инфаркта миокарда, когда мы анализировали 4000 пациентов, собирали датасет из 90 событий и обучали модель. Точность обучения у нас получилась 85%. Это неплохая точность, но надо, я думаю, что использовать еще другие методы машинного обучения для того, чтобы повышать эту предсказательную точность. И сам по себе сервис был использован и опробирован в пилотном проекте в Ямал-Ненском автономном округе. И со стороны врача интерфейс врача заключается в следующем. В амбулаторной карте пациента, например, для истории болезни, появляется кнопка, на которую врач нажимает и происходит деперсонифицированный забор медицинских данных пациента на облачный сервис, в котором происходит анализ этой медицинской информации. И результат поступает обратно в амбулаторную карту в виде всплывающего окна, где определяются риски. И если, например, как представлено на слайде, сердечно-сосудистый риск очень высокий, можно нажать на эту всплывающую кнопку, и появляется окно, которое раскрывает ту проанализированную информацию, согласно каким методикам это было выполнено, какие были выявлены факторы риска, и какие рекомендации может в таких ситуациях давать врач и пациенту, и рекомендации для самого пациента. Также возможен групповой анализ, когда по запросу можно проанализировать не индивидуально, а, например, весь участок или всю медицинскую организацию, и выстроить картину здоровья, например, сердечно-сосудистых рисков у данной группы приписного населения. И за время пилотного проекта тестировалась система и определялась ее точность. И в рамках этого пилотного проекта мы сделали два клинических исследования. Это, прежде всего, определяли точность оценки рисков тех уже реализованных шкал, которые должны врачи использовать в своей работе. И обращу только ваше внимание на общий итог заключается в том, что в 53% случаев врачи, когда работали со шкалами, делали ошибки. И второе исследование, это касалось автоматического анализа медицинской документации и диспансеризации, которая была выполнена в поликлиниках. И ретроспективно определялось, например, за 2017-2018 год, какой риск ставил СППВР и какой риск был выставлен самим врачом. И на слайде пример того, насколько это может различаться. Когда врач говорит, умеренный риск, пациент имеет шанс умереть в ближайшие 10 лет 4%, а система ставит этот процент в 2 раза больше. И это абсолютно разные тактики ведения этого пациента. И также мы проанализировали, что пропускают врачи. Прежде всего, гиперхолестерин, избыточную массу тела и повышенный уровень давления. Даже такие показатели, они просто забывают учитывать или просто не обращают на это внимания. И еще один момент. Когда врачи делали диспансеризацию, то очень большой процент был тех пациентов, которые риск просто был неопределен. Пришел пациент, и риск не посчитали за каких-то причин. Когда СППВР это пересчитало, то эта неопределенная группа пациентов ушла в умеренный, даже в высокий риск. И этим пациентам уже требовались медицинские вмешательства. И самое интересное, когда мы проанализировали высокий риск, который ставит Вебиомед, и очень высокий риск, который ставит Вебиомед, внутри этой группы посчитали, как считал Скор. И оказывается, Скор делал также ошибки, которые говорят о том, что эта шкала несовершенна и требует дальнейших таких медицинских изменений, потому что мы можем, используя эту шкалу, делать ошибки. Наши ближайшие планы – это то, о чем говорилось очень важно в первом докладе – это проведение регистрации Росздоров-надзоре СППВР как медицинского изделия. В научном плане нас ждут в Европейском конгрессе кардиологов с докладом, и мы надеемся, что мы будем очень плотно взаимодействовать с Национальным медицинским центром кардиологии, и прежде всего для того, чтобы как раз проводить подобные клинические и технические испытания как раз на их базе. Заключение я не буду дублировать. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Не уложился. Субтитры создавал DimaTorzok